Всем доброго дня, это Гелиос Р.И. Всемирная история конца 19-го, начала 21-го веков. Просто на пальцах. Параграф 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Что ж, в чем состояли особенности социально-экономического и политического развития колониальных и зависимых стран? Тем, что эти страны не имели возможности как-то действовать самим. Они были обязаны во всем согласовывать свою позицию с своим хозяином. А в экономическом плане особенности были в том, что в этих странах строились в основном добывающие предприятия. То есть там добывалось сырье. Но вся основная промышленность сосредоточена была в метрополии. То есть в Великобритании, во Франции, но не в колониях ни в коем случае. Колонии были поставщиками сырья и все. Существует утверждение, что колониализм принес странам Азии и Африки больше позитивных изменений, чем негативных. Обоснуйте свою точку зрения на данное утверждение. Но колониализм, помимо всего прочего, он действительно принес достаточно много хороших вещей. Это и великолепное развитие инфраструктуры, обычные дороги, железные дороги, мосты, строительство канализации, строительство водопроводов. Все это строили в немалой степени именно колонизаторы. Но есть, конечно, и другая, собственно говоря, особенность с тем, что колониальные режимы чаще всего были крайне и крайне жестокими. И они часто убивали огромное количество населения на подотчетных своих подконтрольных им территориях. И если в крупных азиатских странах подобное было не слишком распространено, то вот в Африке, например, режимы порой бывали настолько запредельно зверскими, что это вообще вызывало полнейшую оторопь. И это было. Так что сказать, что, например, азиатским странам колониализм принес много хорошего, нельзя. В плане, в вопросе Африки тут спорно. В целом колониализм принес им вообще современные технологии, государственность и все прочее. Правда, после развала колониальных империй эти самые африканцы довольно-таки быстро, чуть ли почти уничтожили все, что у них было. И сейчас, в 21 веку, сильно жалеют о том, сколько же они всего уничтожили во время развала колониальных империй. Что ж, колониальные захваты для индустриальных стран оказали огромное воздействие на развитие коренных народов. В Европе колониализм рассматривали как цивилизаторскую миссию. То есть, как будто европейцы несли цивилизацию диким народам. С начала 20 века большинство стран Азии стали колониями или протекторатами европейских стран. Формальную независимость сохранили Китай, Иран, Османская империя, Таиланд и Афганистан. Но в этих государствах были вынуждены заключать неравноправные договора с индустриальными державами. Благодаря которым Китай был очень четко разделен на сферы влияния. Индия просто вся была под влиянием, Афганистан также был под влиянием Великобритании. А Таиланд, Сиам, который назывался в то время Сиам, был разделен на две части между Францией и Великобританией. Хотя и оставался формально единой страной. В ряде стран управление главными министерствами и право сбора налогов перешли к европейским державам. Так Османская империя в 1879 году не смогла выплачивать долги, которых набрала слишком много. И объявила полное банкротство. В итоге была вынуждена передавать сбор налогов и управление финансами европейским державам. То же самое происходило и в некоторых других странах. Европейцы не стремились к разрушению традиционного, привычного для жителей зависимых стран жизненного уклада. В Индии англичане оставили в неприкосновенности кастовую систему. Признавали право местных князей на сбор налогов с подвластных им крестьянских общин. Тем не менее, постепенно образ жизни народов колониальных и зависимых стран изменялся. Наплыв европейских товаров разорял местных ремесленников. Крестьянство было вынуждено платить налоги не только своим феодалам, но и колониальным властям. Беднело. Это приводило к обеднению и лишению земли крестьян. Землевладельцев принуждали выращивать лен, хлопок и те технические культуры, которые вывозились в метрополию. Что вызывало голод, так как не выращивалась еда. Восвобождавшаяся дешевая сила использовалась во вновь создававшихся отраслях промышленности, так как появлялось большое количество безработных в колониях. Одно из первых получило развитие добыча полезных ископаемых в колониях, что расширило сферу распространения товарно-денежных отношений. Для доставки товара, вывоза сырья, продукции и военных целей в большинстве колоний создавались сети железных дорог. А во время крупных войн в колонии даже переносили определенные производства. Во время Второй мировой войны на территории Индии даже появились заводы, которые производили военную технику. Показательно, что в 20 веке наименее развитыми оказались те страны Азии, которым удалось отстоять свою независимость или те территории, где власть колонизаторов была номинальной, вроде Афганистана или, например, Таиланда. Там развитие очень даже замедлено. Европейцы стремились заручиться поддержкой наиболее влиятельных слоев общества в колониальных и зависимых странах. С этой целью детям местных феодалов, купцов, ростовщиков, которые сотрудничали с властями в митрополии, разрешалось получать европейское образование. И последствия политики были неоднозначны. С одной стороны, часть местной правящей элиты, чиновников, представителей купцов, они активно и сотрудничали с представителями колониальных властей. Но, с другой стороны, дети, получавшие подобное образование, они могли начать любить свою страну. И тогда, полностью понимая, как устроен Запад, они начинали активно борьбу с Западом за освобождение своих государств. На рубеже 19-20 веков в ряде стран были восстания. Вроде восстания Хатуани в Китае, или восстания в колониях, например, против Германии, в территории, которая сейчас называется Намибии. Но все эти восстания очень жестоко подавлялись и приводили только к сильному ухудшению положения тех или иных государств, в которых эти восстания поднимались. Для Китая, например, подавлять там восстания пришлось, включая Россию, которой пришлось пересылать большой объем железных войск по железной дороге. Там несколько десятков тысяч человек, целая армия, которая подавляла это восстание. Но по договору, который там был заключен Китай, был вынужден платить гигантскую контрибуцию. Неудачи подобных выступлений привели к образованных слоев общества колониальных зависимых стран понимание, что военным путем добиться независимости нельзя. И в итоге начали пытаться бороться мирными путями. Например, в Индии в 1885 году была учреждена первая общенациональная политическая партия, Индийский национальный конгресс. Программа его была весьма умеренной. Введение минимальной таможенной защиты для зарождавшейся индийской промышленности, расширение доступа индийцев к высшему образованию, военной службе и организации местного самоуправления. В борьбе за реформы партия Индийского национального конгресса взяла на вооружение тактику, которую разработал Махатма Ганди. Тактика гражданского неповиновения. Суть тактики в том, что все члены, все граждане страны должны категорически отказываться, как бы то ни было, поддерживать своих колониальных хозяев. Не покупать никаких колониальных товаров. По мере возможности не оказывать никакой помощи колонизаторам. И так далее. Но ни в коем случае не объявлять никаких войн и никак не угрожать. В итоге это даже позволило этой партии достаточно успешно досуществовать до появления независимой Индии. Колониальные в 1908 году, причем такие партии, собственно говоря, они возникали не только в Индии. Была такая партия и в Китае, которая называлась Союзная Лига. Ее лидером стал Суньяцен. Лига призывала к свержению монархии китайского императора, который ничегошеньки не делал для защиты страны. И влияние этой лиги очень сильно росло. В итоге привело к революции. Лига объединилась с другими республиканскими партиями по итогам революции. И стала называться Гоминьдан. Национальная партия. Также подобная партия, например, была в Турции, Османской империи. И она называлась Младотурками. То есть, молодые турки, которые были за реформы. После падения Османской империи, Османского султана, собственно говоря, эта партия пришла к власти и, по сути, сумела сделать Турцию достаточно сильной державой в 21 веке. В странах Латинской Америки процессы модернизации развивались более активно, чем в государствах Азии. С колониальной зависимостью от Испании и Португалии было покончено во время войн с Наполеоном. Так как Наполеон захватил Испанию и Португалию. И это позволило странам Южной Америки, Латинской Америки, объявить независимость. К началу уже 20 века, благодаря притоку капиталов из США и Англии, во многих латиноамериканских странах была создана своя сеть железных дорог. Только на Кубе ее протяженность была больше, чем во всем Китае. Быстро росла добыча нефти в Мексике и Венесуэле. Горнодобывающая промышленность развивалась в Чили, Аргентине, Перу и Боливии. Чили, например, была известна как крупнейший в мире поставщик селитры. Однако в целом в экономике латиноамериканских стран преобладало сельское хозяйство и чистая добыча ресурсов. Характерной чертой латиноамериканских стран было существование крупных помещащих хозяйств – латифундий, которые поставляли в Западную Европу и США кофе, сахар, каучук, кожу. Местная промышленность была развита слабо. Большинство промышленных товаров возились из индустриальных стран. Открытие Южной Америки сопровождалось уничтожением существовавших там индейских государств. В результате колонизации на континенте сформировалась совершенно новая система политических и общественных отношений и новая культура. Большую часть населения составляла исповедующее католичество, потомки от смешанных браков коренных жителей, белых переселенцев из стран Европы и рабов-негров, которые были вывезены туда из Африки. Эти люди назывались метисами, мулатами и креолами. Лишь в Аргентине численно преобладали выходцы из европейских стран, то есть белое население. В освободившихся от власти Испании молодых латиноамериканских государствах отсутствовали демократические традиции и по большей части там долгое время существовали различные президентские или военные диктатуры. И в целом даже в 20-21 веке какие-то военные, они имеют там достаточно серьезные силы. Стремление к реформам и модернизации неуклонно усиливалось. В Бразилии в 1888 году было отменено рабство. Да, в Бразилии было рабство. В 1889 году рухнула монархия и ей на смену пришла республика. Тем не менее, пост президента постоянно занимали ставленки помещиков и военных. Символом грядущих перемен в Латинской Америке стала Мексиканская революция. В 1910-1917 годах 7 лет длилась. Борьбу безземельного крестьянства против латифундистов поддержала мексиканская буржуазия, стремившаяся к демократии и свободному рынку. Несмотря на военное вмешательство США в события, итогом революции в Мексике стало принятие Конституции, установившей в стране республиканский строй, который сохраняется, в отличие от других латиноамериканских стран, на протяжении всего 20-го и даже начала 21-го века. Каковы были итоги колониальных завоеваний? Ну что ж, к положительным можно отнести. Привнесение современной политической культуры, демократии, парламента и тому подобного. Привнесение и строительство великолепной инфраструктуры, частично промышленности. Это положительное. К отрицательным, конечно же, можно отнести разрушение местных укладов, убийство большого количества местных жителей, жестокое подавление многих местных восстаний. Сделайте вывод о последствиях колонизации для колоний и зависимых стран. В целом, для колоний колонизация была достаточно положительной, так как развитие инфраструктуры стоит очень и очень дорого. Тем более, что после развала колониальных империй, многие колонии получили преференции в торговлю со своими бывшими хозяевами. Но для ряда стран, особенно старых азиатских стран, колонизация все-таки была более отрицательной, так как государства там были достаточно развитыми в плане своей политики. И только там инфраструктура развивалась и все. Расскажите об антиколониальных выступлениях в начале 20 века и причинах их поражений. Очень просто. Антиколониальные выступления, военные, они не приводили абсолютно ни к чему. В лучшем случае восставшие могли быть вооружены крайне примитивным огнестрельным оружием где-то середины 19 века, в то время как современные западные страны имели на вооружении самое современное оружие, что позволяло иметь полное превосходство над восставшими. Поэтому оставалось только не военное, исключительно мирное сопротивление. И первой на этом фоне была Индия, которая благодаря Махатме Ганди начала мирное сопротивление колонизаторам. И у них получилось получить свободу. Почему в колониальных и зависимых странах возникли партии и движения, выступавшие за модернизацию? Такие партии и движения возникали в тех странах, которые в целом были когда-то великими. Османская империя, Персидская, Персия, Китай, Индия. Все эти страны это были огромные и достаточно мощные страны, которые имели власть и влияние. И такое падение очень многим не нравилось. И по этой самой причине там возникали такие партии, которые требовали реформ. В чем состояли особенности развития стран Латинской Америки? В том, что свою независимость они получили раньше и успели пройти многие детские болезни заранее. Еще, по сути, в самом-самом-самом начале, начало индустриализации. Но проблемы их были в том, что в основном там был развит аграрный сектор. А промышленность там была в основном добывающая. О каких переменах в характере развития Латинской Америки свидетельствуют события в Бразилии и Мексике? В том, что в этих странах начала появляться достаточно развитая буржуазия, которая активно начала влиять на прежних хозяев этих стран, по сути, дворян. То есть, владельцев крупных землевладельцев. Продолжение следует...